всем привет привет меня зовут Инна сегодня будет видео о косметике на выброс ее у меня целая косметичка я периодически перебираю свою косметику перекладываю сортирую что на выброс что на добивание в общем таким образом у меня насобиралась косметичка там есть вещи которые реально выброшу есть вещи которые я отдам маме потому что они ей будут нужнее а я ими уже насытилась вот так девочки я заметила что я без хайлайтера по идее нужно было ставить какой-то звук да исправляем ситуацию дело в том что я хайлайтер как и парфюм наношу перед выходом ну не знаю я почему-то так вот люблю вот эти последние штрихи хайлайтер блеск для губ или там помаду и аромат перед выходом наносить и знаете я не первый раз забываю это делать сейчас мы исправим эту ситуацию так где моя кисть так где моя кисть нанесу пожалуй сегодня я какая-то сегодня бразилианка такой хайлайтер от эстиваудер это шикарная офигенная просто змеиная кожа честно я не планировал вообще хвастаться вам и показывать хайлайтер просто я обнаружила что на мне его нет поэтому посмотрим как он работает впрочем а сегодня немножко такой новый формат видео я перевернула камеру я снимаю сейчас не на фронтальную камеру а на заднюю то есть я не вижу себя камеру только в зеркало поэтому если я буду смотреть что вот так то вот так как знайте я с вами просто мне нужно привыкнуть ну что как говорят американцы вэри вэри глоу прям глоу глоу ну поживей по моему стало лицо слушайте но бросается в глаза конечно когда человек без хайлайтера так экскюзми за такой косячок но он не смертельный поэтому поехали то что я отдам маме крем для глаз крем для кожи вокруг глаз от белита гидроэффект не полюбила я эту серию причем этот крем был довольно таки неплохой но отдали его потому что я мне его не хватает мне не хватает действие этого крема мне хватает влаги вот этой которая заявлена типа гидроэффект я понимаете думала что там будет ключевое слово гидроэффект то есть прям все будет хлюпать прям понимаете но нет его хочется нанести один раз хочется нанести второй раз мне его просто не хватает как утренний вариант и его использовала на утро потому что достаточно легкий но отдаю и отдаю крем черный жемчуг само омоложение вот это ночной крем он подразделяется по возрастам здесь по моему 35 плюс пол баночки добила даже больше чем половина то же самое мне его не хватает даже было такое что я нанесла его вечером походила опять иду в ванную опять баночку опять наношу не хватает хочется на ночь питания хочется вот этой прям мягкость хочется чувствовать прям что кожа прям питается с этим кремом этого нет он хорош как увлажняющий крем то есть как просто это крем для увлажнения но как ночной уход все-таки нет я его вы знаете хотела добить но попробовала другие какие-то кремы штуки серумы масла и ну просто ну вообще вообще рядом не стоит поэтому просто его отдалю потому что мне его маловато выбрасываю вот такую штуку от белита сила природы это у нас бальзам укрепления с кафтором и маслом для бродей и ресниц я им пользовалась и пользовалась долго где-то может месяца два на протяжении двух месяцев я не то чтобы не вижу результата и эффекта ну вернее я и не вижу результата и не вижу эффекта и я забываю причем при моей знаете систематичности вообще в уходе я забываю почему-то совершенно попользоваться вот этим бальзамом щеточка очень нравится она такая знаете прям такая очень жесткая такая классная и прям брови классно прочесывать прям такая тверденькая и хорошая чувствуется что там что то есть щеточка такая влажная влажная постоянно чувствуется да вот сывороточка это но как-то я даже когда раньше когда-то в детстве давным-давно нам вот говорили там ресницы на масла ничего не случилось поверьте совершенно и я убеждена если у вас плохие волосы ресницы ногти вам не помогут вам ничего не по если так дано природой вы их ничем там не поднимите не угустите не там утолстите поэтому я в это не верю и ну не знаю мне не понравился тут у меня на выброс прям на выброс мусорку прям целых четыре карандаша давайте по порядку начну с черных карандашей один карандаш faberlic сразу я его нанесу и объясню вам вы сразу принципе все поймете почему я его выбрасывал вот запомните снизу faberlic а сверху нанесем эйвон супер шок эйвон очень стойкий карандаш но во первых вот это вот дюбочка посмотрите вот она шатается в общем ну а ее уже никак не заточишь он достается он очень мягкий если вы им сделали ошибку на глазу неправильно нарисовали стрелку все вы ничего не поделаете никак не исправите то есть вот это вот дюбочка она шатается она не затачивается он очень жирный он такой жирный как будто вы берете кусок угля и рисуете стрелки faberlic рисуется достаточно хорошо затачивается с ним все нормально но он как и все faberlic of sky карандаши абсолютно не стойкий в конце видео я вам это продемонстрирую поэтому я их выбрасываю выбрасываю карандаш мисс сиксти синего цвета это из моей школьной косметички я перебирала вы знаете его заточу и складываю то в косметичку для макияжей то себе на стол поставлю но я не пользуюсь это из разряда вот знаете мисс сиксти если вы помните раньше была такая косметика и сейчас ее вообще не встречаю не знаю вообще есть ли она жива ли она существует ли она это вот из разряда робби ромс из разряда бель что-то типа того я его выбрасываю потому что не пользуюсь им синий цвет уже как-то знаете в макияже вот эти именно синие стрелки может быть для каких-то фотосетов может быть каким-то девочкам просто поэкспериментировать я им не хочу пользоваться выбрасываю и все карандаш двойной дуа шеду пен от с л с н да очень долгое время был вообще фаворитом и спасением просто человечество я его брала всегда и так командировки на соревнования потому что накраситься этим карандашом можно легко просто быстро и поверьте практически без зеркала с одной стороны здесь вот такая вот такой спонж где вот находится сами тени или карандаш и когда мы вот так вот его макаем прям делаем стрелочку тушуем вот видите почему я выбрасываю потому что уже практически он нет берет оттуда свою вот эту вот тени а тень вот это засохла а он уже идет оттуда не достает и вот такую знаете растушевочную такую размытую стрелку очень легко и быстро нарисовать типа тени то есть с одной стороны я делала это белым спонжем достаю вот эту вот растушевываю просто все века и черной стороной делаю вот эту тени стрелку не знаю как назвать тушь и все просто супер вот ну очень крутой был карандаш он хорошо держался хорошо наносился и вот за его такую универсальность и такое вот спасение я вообще очень сильно его любила но выбрасываю лишь только потому что он уже изжил себя и не работает выбрасываю щеточку расчесочку от мэри кэй она мне была в дорожном наборчики как видите раскладная в общем она поломалась у меня и у меня на замену есть две хорошие нормальные целые расчесочки а это мне уже совершенно не пригождается просто вот лежит поломанная такая и даже я никуда не использую поэтому я ее просто выбрасываю и две нашумевшие в свое время новинки от люкс визаж идеальный стробинг это скульптор и хайлайтер когда они вышли у нас знаете как-то вот в беларуси выпускают по два то есть если у люкс визаж то там два каких-то две парочки выходит но это как бы очень даже хорошо но покупаешь всегда две почему-то и вот когда вышла вот эта парочка прям вообще орали все что это супер пупер что это мега класс я естественно купила и что я хочу вам сказать то что называется скульптором я расходовала вообще обалденно и замечательно вот эта темная часть это было что-то великолепное я вообще не помню честно говоря какой-то продукт который были израсходовала вообще вот так вот до железки до этой осталось только светлая часть но она реально слишком светлая ну не знаю она мне никуда я ее как-то тоже из сумочки сумочку бросала но я ей просто не пользуюсь хотя не было бы здорово вот припудривать зону вокруг глаз но она прям такая знаете мельная но мел помол очень тонкий очень он не забьется в складку мне очень нравится прям вот трогаешь прям не ощущается даже такое ощущение вот как будто по крышечке водишь а вот темную часть она создавала настолько натуральную тень это вот тот самый случай когда начинающие визажисты или девочки начинают краситься и не знают как пользоваться как не переборщить вообще с продуктом то вот это вот супер штука чтобы начинать я ее выбрасываю лишь потому что я белой частью пользоваться не буду а это считать что закончилось а вот хайлайтер это уже я не назову хорошим я его первое время называла деликатным такое слово знаете когда хайлайтер вообще ни хрена не светит то его называют деликатный вот это тот самый случай когда хайлайтер вообще не светит он смотрится абсолютно как пудра он на руке когда его передаешь тоже абсолютно ну свечение вообще нет то есть просто как будто ты перенес пудру там не то что деликатная поймаете самое настоящее вот посмотрите вблизи вот такая вот пудра вообще ну вообще не хайлайтер вот если сравнить допустим с хайлайтером любым давайте возьмем просто ну любым давайте шанель сравним например то вы увидите как кстати они шанель очень похожи по цвету именно то вы увидите как должен выглядеть хайлайтер и что это такое то есть вот свечение хайлайтера и вот не свечение хайлайтера да небо и земля вообще вот поэтому никаким деликатным его не назовешь я его просто выбрасываю а Выбрасывают два лака для ногтей, я их показывала В своих лаках, вот этот черный, потому что он уже, им уже невозможно накрасить Его там еще чуть меньше половинки, но накрасить я уже знаю, что я им не смогу И Max Factor, его тоже очень мало, но он полосит и очень плохая у него кисточка Настолько красивый, такой жемчужно-розовый, такой с переливчиками, такой белый лак Но кисточка вообще никуда не водная, очень-очень тонкая, ну, очень плохо распределять ею лак Ну вот, как-то так покажу вам Вот, поэтому выбрасываю Ну что, давайте я вам покажу, как сработали карандашики Нижний, мы помним, это фиберлик То есть это такая херобора, которая вот два моргания и карандаш просто стирается Просто глаз исчезает Он не размазывается ничего, он просто исчезает, был и нет А супершок, это прям, понимаете, я боюсь, что его и мицеллярка не возьмет Не то, что не завтрежь вот так Но, повторяю, что он просто, его уже не заточишь, он шатается, им невозможно накрасить И, ну, ему, в общем, тоже, извините, но выбрасывает В общем, такие были мои продукты на выброс Вы знаете, я всегда очень-очень рада, когда я что-то выбрасываю То есть я как бы избавляюсь от того, что мне не нужно И зачем оно лежало И вообще зачем это копить Я тоже не понимаю То есть я сначала какие-то вещи перекладываю Типа попользуюсь попозже Если я понимаю, что я в течение года к ним не вернулась совершенно Я тогда перекладываю их в косметичку такую Которую типа там раздарю, кому-то подарю, а раздам И когда я понимаю, что оно вообще даже непригодно для раздачи Тогда я уже показываю на выброс Вот такие были у меня продукты Спасибо, что были со мной, что посмотрели меня Подписывайтесь на мой инстаграм, на мой канал Пишите комментарии, будем общаться и дружить Субтитры сделал DimaTorzok